всем привет вы на канале буран гараж 35 и это очередной боже начнем боже с того что поехал забрать наклеечки сделали мне наклеечки группе еще не скидывал их группе скидывал только большие наклейки на капот сейчас еду забирать маленькие наклейки и буду договариваться по цене больших то есть большая наклейка выходит цветная 250 рублей 250 рублей черно-бел ну черная или белая по 200 рублей вы не постараюсь договориться чтобы хотя бы цветная была по 200 черно-белая 150 250 дорого 200 парни я сам вас понимаю вам не резон их покупать а маленькие наклейки будут там максимум 50 рублей скорее всего и сходил я забрал наклеечки вот такие вот сделали наклеечки буран гараж 35 беленькие есть то есть черная и белого все едем гараж сейчас будем делать мотор кириллу в москву то есть привез мотор я еще на той неделе а тут как получилось что надо завтра его свести грубо говоря попросил саню что помог и сегодня за день надо как успеть время два часа дня и сегодня начнем надо делать надо сделать дела сделать все красиво мотор там конечно не самая не фонтан какой запчасти все старые когда переписывали с кириллом я думаю все запчасти новое оказалось что запчасти старые поэтому ну попробуем что-нибудь сделать сделать можно можно из старых запчастей немножко взбодрить хотя бы сколько-то мотору поработал все гараж и начинаем сделаю сейчас кратенький обзорчик посмотрим что там почему и начинаем разбирать первый беглый осмотр это 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 мотор на счет отвалилась то есть мотора пиздец какая богатая была смесь это сто процентов просто и мотор эксплуатировался на авто ли авто ли вашим любимым вот это вот это авто весь сажа немножко заколхожен система охлаждения так делать не надо парни если хотите делать переделать свою модернизировать свою систему охлаждения немножко то зайдите и посмотрите как это делают мужики на форуме там уже давно этот метод обкатан и вроде бы как он помогает то есть вкратце расскажу пилится вот эта часть окна буквально сантиметров 10 вот здесь напротив получается где-то примерно прорезь делается напротив свечи и вот до этого буртика то есть до этого бурта вот такое окошко вырезаться вот это место трогать не надо будет еще будет сильнее греться левый цилиндр и с этой стороны закрывается четверть вот так перекрываться заслонкой дальше вот в этом месте в этом месте сверлятся отверстия восьмерки как бы вот эту часть надо все высверлить выхлопной коллектор обычно бат обматывают асбестом тут я не знаю чем замотал замотан это чем таким замотан на это все говно это не теплоизоляция асбестом не горит и он теплоизолирует заматывает асбестом можно заматывать можно нет но обязательно сделать вот здесь вот так у кого не сделано внутри перегородку на заклепочки кусок металла вот так вот сделать перегородку чтобы коллектор обдувался и воздух от коллектора горячий выходил вот здесь в эти дырки которые вы нас верните чтобы он не шел на цилиндр вот такой переделкой возможно я поверю что возможно упадет температура вот с такими дырами будет еще сильнее греться левый цилиндр это сто процентов это на форуме об этом писали и не один человек об этом писал на форуме ну вот так сверлить не на то так разбираем свечи давайте посмотрим свечи bp5e свечи слишком горячая для этого мотора надо чуть-чуть похолоднее не такие свечки стоят сальники коленвала санеки коленвала в обоймах как сказал так сказал хозяин это сальники и dd герметик это не герметик мотор по ходу собран на лактай лактай красный фиксатор без ну типа фиксатор из бы это но и можете герметику 5 но он не засохший но по идее да он как бы когда есть доступ воздуха когда есть доступ воздуха он он не высыхает то есть здесь изнутри он наверно скорее всего склеился печаль беда короче вкусной коллектор на одном болту все перекошено вот как-то так герметик серый но серый хотя бы нормально серый герметик но намазано столько что из детства не за все щели ладно все разбираем его потихонечку ну пиздец вот посмотрите я еще даже не начал мотор разбирать а у меня уже руки черные по установке основания то есть основание было прикручен еще отвертку возьму основание было прикручено вот сюда и вот сюда это неверно у основания есть выход провода то есть вот там выходит провод а в картере выходит провод вот здесь то есть основание должно быть вот так тогда вы устанавливаете вот так вот как было на установлено то есть смотрите здесь у нас середина отверстия а здесь край отверстия до поворачиваем основание здесь вот смотрите по отверстию видно здесь вот так отверстие край здесь середина то есть ход регулировки всего 3 миллиметра так не должно быть александр приехал чайку сидит пьет короче сейчас объясню из-за чего на этом моторе то есть как кирилл мне сказал кирилла с москвой мотор как кирилл мне объяснил сначала его задрала развалился сепаратора на правом цилиндре задрала цилиндр и соответственно поршень он поменял это все собрал и буквально проехал 100 километров и такая же история случилось ли он то есть из-за чего это случилось смотрим да вот этот левый цилиндр а он стоял так как скажем всю дорогу то есть правый цилиндр был направлен цилиндры завалился сепаратор он поменял правый цилиндр то есть смотрим цилиндр пиздили молотком то есть когда снимал старый хозяин и на витя он пищен молотком то есть ребро от кого-то фокус вообще четко видеть видите она замята как дальше и пиздили попали молотком даже не один раз вот сюда то есть что получается а получается у нас видите ступенька и когда ставишь сюда вкусной коллектор но это короче все в герметике но видно да что вкусной коллектор уперся вот здесь и хоть сколько ты сюда герметика не маш вкусной коллектор четко не прикрутится ровно не ляжет вот все из-за этого из-за этого и умерли то есть сначала умер правый цилиндр скорее всего там сепаратор был похуже чем на левом цилиндре и он не знает сразу умер а потом в итоге умер и левый сепаратор так дальше коленвал не знаю это было или нет но это вообще прикол просто на я такого очень не видел просто выработка видите да иголками просто протерла не дать еще нечего тут вставлять она и так видеть да то есть коленвала на выброс просто металлом сдачи сам шатуны точно вот так и получается короче мотор был собран невнимательно то есть я спросил у кирилла типа ты замечал что у тебя на левом цилиндре такой вкус замятый он сказал что нет вот видя как бы чуть чуть не внимательность спешка при сборке она и приводит таким последствием в итоге он купил еще один купил левый цилиндр теперь и левый цилиндр со сколом вот здесь скол кусок гильзы вы кого видите на это бы ладно его вы кого но гильза получается замята замята и поршень сюда не лезет то есть замята примерно плоскость вот такая сантиметра два и вовнутрь примерно около сантиметра примерно я попробую сейчас кирилл попросил ничего нибудь сделать с этим цилиндром попробую сейчас сбор машинка здесь просто металл снять как бы думаю думаю что я думаю что я думаю думаю это конечно повлияет нам на работу мотора может мотор этот цилиндр будет позвякивать поршень а может быть и нет посмотрим как она будет но все мотор в принципе отмыт но был в говне мотор очень даже очень много говна на моторе бы дальше по рецепт по дефектовки кирилл говорил что у его рвет ремни вентилятора из-за чего если внимательно присмотреться я постараюсь вот видите забоины и забоины эти просто по всему кругу по всему шкиву то есть кирилл вот этот шкив надо тебе поменять и ручной стартер он просто этот шкив металлом так издательных он убогий ручной стартер здесь проскакивает то есть есть выработка видите выношены уже зубья он проскакивает здесь даже заводской стартер я вчера ставил на этот шкив то есть другой мотор заводил с этим шкивом ручной стартер проскакивал то есть вот этот шкив кирилл под замену и так это сборная советского союза ну вот с таким выхлопом у тебя никогда не будет плотной плотного то есть как тебе объяснить ну герметичности не будет все время будет масло срать и все время вот дым под капотом а дым под капотом это не есть хорошо ты божь постоянно его нюхать ездить то есть коллектор впускной тоже по возможности замени но не должно так быть дальше по картеру ну картер в принципе еще по ездить в принципе еще поездить но такое он короче поношенный то есть подшипники в середине крутились на плоскости мы никак не можем проверить да и отдавать его там например на фрезеровку но это бред проще новый купить он будет надежнее премии и лучше но все в итоге у нас все отмыто все подготовлено сейчас пьем чай а и подумал а еще пьем чай иная будет ехать магазин за кольцами потому что колец у меня в наличии нету широких то есть тут поршни стоят по моему это поршни ирбит производства ирбит возможно это поршень конечно и заводские но это поршень старого образца но не думаю потому что витя на к поршневому пальцу идут смазка идет то есть просверлено отверстие я такие пашинки не видал возможно это и завод не буду ничего говорить но возможно это и завод тоже ведь уже под заполировал его был весь избит видно даже наверно видно будет был избит весь иголками то есть рассыпавшимся сепаратором что что поршень было избит что обе обе головки видите стыкана основание двигателя тоже кирилл у тебя кривое тоже его бы желательно его бы поменять потому что не настроишь вариатор не будет никогда в жизни работать на кривом основании постоянно будет мотор или так или так она вот тебя вот такой кирилл не дал новый вал ну как новые просто вал перебраны на два сальника и четыре подшипника по валу что сказать сейчас его в центра поставлю может круто но посмотрю биение что там сделано как делал не я то есть сделано как сделано смотрите кирилл сказал что ему поменяли шатуны шатун видно не видно я к сам парню ничего не вижу дверь еще сзади прилипло вот так по моему видно короче видно что уже пошел или жавчина подошла вот так очень четко видно видите уже пошел пить не пить но металл еще не начал выкрашиваться но он уже все такой на подходе с этой стороны с этой стороны сейчас я посмотрю сам ну примерно то же самое вот этот шатун а этот шатун видите более менее нормальный но шатуны уже никакой хонинговки на их нету просто уже зеркало на полировалась то есть шатун сильно был так шатуны собраны то есть люфта не вправо нету поджаты щетки нормально и у этого тоже самое но прикол в том я не знаю это дело так тот человек который собирал вал или это было уже сделано но просто центральная цапа приварена из-за чего она приварен вал был разбирался полностью так как делали шатуны когда начали присылать вот эти две щеки да в одну палец прессуются и потом присутся вторая щека то при запрессовке второй щеки пошел палец дальше сюда и чтобы не ебаться его немножко толкнули назад и обварили то есть этого кривой сто процентов потому что после сварки это сто процентов криво и биение на нем вот 5 7 8 соток это сто процентов последнее приготовление то есть все картер подпилили по цилиндры цилиндры под картер вкусной коллектор пришлось купить два поршня производства не знаю чего но похоже как я думаю на юрбитские поршни почему не поставили поршни которые дал кирилл то есть его в комплекте были два правых поршней они симметричны увидите то есть правый поршень под левый цилиндр не пойдет все почему сейчас покажу слева цилиндр и правый поршень впускное окно ставим цилиндр мой поршень получается у нас здесь отверстие не перекрывают поршень после не перекрывают окно вкусные хоть его даже развернуть наоборот он все равно вот то есть правый поршень не поставить в левый цилиндр но новый поршень практически для этого мотора он идеально подошел под цилиндр заменили сальники в обоймах эти сальнички выбили старые потому что был на кромках уже задир и метафона вот видите вот эту штучку да там передняя камера может не сфокусироваться на там видно вот эту черную пятнышко вот это это кусок резины вырвало все сейчас попьем чайку еще перекурим будем собирать картер ой коленва у его на 4 подшипника сделан перепрессован то есть в картере чтобы кирилл видала сразу просверлили 4 отверстия все четыре отверстия от полировали их оба пашенька подготовили ну все принципе сейчас все соберем на виктор рейнс поставим зажигание соберем охлаждение и будем запускать игольчатая вам ставить и к пальцы будут заводские все прокладочки новые выхлоп и вкусной и выпускной в принципе все грубо говоря кроме поршневой поршневая новая получать кольца тоже получились новое придется поставить потому что к примеру два кольца которые стояли на получаться на правом цилиндре у его он сказал оставить но замерил зазор и зазор получился на одном кольце 07 а на втором кольце 075 это дохуя слишком много собираем и уже покажем запуск саня такой хоть сюда что-то делать как у этого доход как евгения матвеева в мастерской на хуй саха тоже там выручет уходишь делать что-то блин один пиздит по телефону нахуй снимают и такое ощущение как будто же не все время пиздит что-то беру че-то было дело да там мы что-то делать я понимал парень умный мне возможно до него еще расти и расти на ассайка у него что-то крутит гайки постоянно раз-раз на химишу нормально мы сегодня за день грубо говоря за день никогда не собираем мотор то есть мотор у меня примерно собирается если быстро я один собирает дня три на это если картер не сильно допиливать а если например универсальный картер и его полностью запилить на это дней 5 на сбор вдвоем мы с одним что-то один дело 2 делать быстро потому что все потому что позвонилась то есть я мотор сам повезу поеду за сестрой в домодедово кирилл живет где-то в районе домодедово и поэтому как бы так удачно получилось что доставка вышла у него бесплатно то есть я я забрал мотор и я отвезу мотор а сестра сегодня позвонила типа завтра самолет создать я думал в четверг начался сейчас запускаем все собрано полностью все зажигание настроена все собрано ну давай александр на таску ну-ка давай ну и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, кончился? Да. Ну, давай еще разолим, разочек. Короче, не работает бензонасос, не качат. Поставили свой насос, и мой насос не качат. Но это я в видео объяснял про эти насосы. Видео немножко попозже выйдет. Эти насосы говно. На, парни, ставь тайговский насос, и у вас никаких проблем не будет. А так, ну, вроде четко, работа с выхлопа. Ну, вот, с выхлопа сухо, видите, вообще сухо. То есть топливо сюда не кидает, зажигание выставлено, холостой ход, 16 градусов. Сейчас, загушу. Просто загушу этим, видишь, зажал ему. Давай еще раз. Ну да, погоди, я вот так загушу. Ну-ка, запустишь. То есть это я загушил гушилкой? Пизда, опять стартер. Блядь, и стартер. Я уже второй стартер испортил. По всему этому причина, вот тот шкив, который стоит под стартером, он изношенный весь за... Как он? Ну и он должен сейчас отпуститься. Куда? Обратно? Блядь, пиздец, нахуй этот стартер. Только стружка, видите, вот от стартера летит. Че с ним? Вот, а... Короче, на твоем стартере. Вот он, стартер. Ну, внутри там есть штифтик такой. Вот он, вот он, кончик его. Это зацепчик для пружины. Он, короче, огоньился. Разбирали. На улице ночь, полная. Пол двенадцатая. Блядь, сука, пиздец. И заводской стартер. Блядь, грубо говоря, ты мне стартер должен, нахуй. Почему-то от... Ну, вот с этим шкив там хуёвый. И лепестки хуёвого ходят. И вот на втором стартере... Ну, такого... Ну, ладно, я понимаю, один стартер, да, сломать. Но на двух стартерах и подряд буквально там... Сколько? Пять минут не прошло. И все, два стартера. Подгон от подписчиков был стартер. Заводской. Оригинальный. Так, все, починили стартер. Вот таким образом. То есть, эти кулачки оба сломались. Просто вернули сюда болт. То есть, у меня уже был такой стартер. Я катался стоим. Болт вернут с большой шайбой, чтобы у нее была... Ну, как опора. И на фиксатор резьбы, чтобы не выкрутился. Все, стартер работает. Ну-ка, давай еще попробуем. Не брызгал туда им? Нет. Газку немножко дадим. Заглушили. Ну-ка, еще раз. Ну и третий. И все, и будем сматывать. Какая топлива-то? Ну давай, запускаю еще раз. В машине потекет, да? Сейчас тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечайте, да, что когда газуешь, отсюда вылетает такой кул дыма. Это топливо выкидывают, потому что, ну, соответственно, цилиндры не новые, изношены, только одеты поршни новые и кольца новые. Вы сейчас скажете, да, вот я на новом моторе так газую, да парни, блядь, тут обкатывать нечего, нахуй, тут, блядь, в этом моторе нечего притирать. Не рассказывайте мне сказки, там, подшипники, подшипники не прикатываются, только притираются кольца к цилиндру, но на этом моторе они уже не притрутся. То есть, как есть сейчас оно, так оно и будет. Сейчас попробуем компрессию замерить. Взяли компрессиметр, сейчас померяю. Взяли компрессиметр, ну, я думаю, ну, 7, 7, Макс, погодися. Так, блядь, как бы так, а, сейчас вспышку на грубе. Давай, давай. Так, подожди, с первого рывка получается 5,5, первый рывок, второй рывок 7, ровно, 7, ровно, и третий рывок примерно 7,5, ну, как я и думал. И все, и все, и дальше можно хоть запыхнуть. Ну, все, больше не будет, 8. 8. К примеру, наш мотор с первого раза восьмерку набивает. И вторым и третьим разом добивает до 9, до 9,5 оба цилиндра. Так, на этом 8 было, да? 8. Вкручиваем на второй цилиндр. 8. Ну, 8, это нормально, как бы. Но тут, парни, уже ничего не притрется, и компрессии больше не будет на этом этаже. С первого раза 4, 6,5, 7,5, три раза. Ну, да, 8, 8. 8, не включался. 8. Все, больше не будет. Я надеюсь. 8. Ну, компрессия ровная, по цилиндрам получаются. Кончилась память на телефоне, поэтому не успел дописать концовочку в видео. Хотел рассказать по компрессии, но не успел. Так, мотор в багажнике Александр довез до дома, уже свез. И сейчас еду, поменяю эту машину, потому что в Москву поеду на другой машине. И все, выдвигаюсь в путь. По компрессии. В принципе, нормальная компрессия для этого мотора, она даже, очень даже замечательная. 8 атмосфер, это для этого мотора, это парни, просто супер. Для этого мотора просто супер. Был бы он новый, например, собранный мотор, то была бы плохая компрессия. То есть, она бы после прикатки, она бы стала больше. На этом моторе она больше не станет, она только станет меньше. Впоследствии, там, эксплуатации, это где-то примерно километров 500-700, и компрессия упадет 100%. Это бабки не ходит. А так, в принципе, мотор мне понравился, как работает. Ну, пока вот он еще так будет работать, в принципе, километров 500-100% примерно так же будет работать нормально, красиво. А на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. В группе очень много народу, кто понимает. То есть, в группе уже почти полторы тысячи участников. Задавайте вопросы. Она всегда найдется, мне кажется, на любой вопрос найдется в нашей группе ответ на вашу поломку, вашу причину. Также в группе есть запчасти. Приобретайте запчасти. Запчасти по запчастям обращайтесь только ко мне в личку. То есть, даже два моих других администратора, они никакого отношения к запчастям не имеют. И не ведитесь на то, на разводы тех, кто, например, там, то есть, вы написали, или кто-то вам написал, что там, вот, у меня запчасти. Да, это, это, ну, мошенники, по-моему, так говорить. То есть, в нашей группе Буран Гараж 35 запчастями занимаюсь только я, Андрей Емельянов. Пишите мне в личку и по запчастям решим. А на этом все. Подписывайтесь, делитесь с друзьями видео, помогите раскрутить канал, чтобы немножко больше набралось подписчиков. Это будет мне больше стимулом снимать эти видео для вас, показывать вам всякие разные интересные штуки. Какие-то поломки, какие-то модернизации и другое. Все, всем удачи, всем пока. Катайтесь, парни, не ломайтесь.